О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении, а также запрет вести сайт в течение двух лет. Российский суд вынес приговор Нариману Мемедиминову, крымско-татарскому блогеру и гражданскому журналисту. Прокурор просил шесть лет колонии общего режима, однако суд приговор смягчил. В связи с чем адвокатам не сообщили, но, несмотря на это, защита вердикта обжалует. Позиция Наримана, он все-таки будет обжаловать данный проговор. Он считает, что он невиновен и его необходимо оправдать. Я думаю, что и позиция прокуратуры не поменялась, и прокуратура также будет обжаловать данный приговор. Нариман нормально воспринял этот приговор. Всех поблагодарил. Очень большое количество людей приехало. Альхамдулля, был Нариман очень доволен. Поблагодарил всех своих коллег, которые вчера выходили на митинг в городе Киеве на площади независимости. Российские силовики задержали Наримана Мимедиминова в аннексированном Крыму за якобы публичные призывы к терроризму в интернете. Речь идет о видеоблоге в YouTube, которыми Мимедиминов вел с 2013 по 2015 годы, где освещались происходящие события в Крыму. Согласование о формуле Штайнмайера поприветствовало Министерство иностранных дел Словакии. Глава словацкого МИД Мирослав Лайчек в твиттере отметил, что это один из шагов достижения мира в Украине. Формулу Штайнмайера поддержало и Министерство иностранных дел Германии. Об этом говорится на сайте ведомства в заявлении главы немецкого МИД Хайка Мааса. Решение трехсторонней контактной группы в Минске он назвал прогрессом. Отметив, это открывает двери нормандскому саммиту и другим этапам реализации минских соглашений. Формулу Штайнмайера контактная группа согласовала накануне на переговорах в Минске. Документ должны имплементировать в новый закон об особом статусе Донбасса, которого еще нет. Он на постоянной основе начнет действовать, когда на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пройдут местные выборы. Голосование должно отвечать нормам Конституции Украины, а также международным стандартам. Президент Владимир Зеленский отметил, выборов на Донбассе не будет, пока Украина не вернет контроль на границе с Россией и пока из востока Украины не уйдут российские военные. Участки, где должны будут развести силы, российские наемники обстреляли. Под пулеметный огонь попали «Золотое» в Луганской области и «Богдановка» в Донецкой, сообщает пресс-центр объединенных сил. В течение минувших суток российские оккупанты 13 раз нарушили режим тишины, в частности из запрещенных минометов, обстреляли украинские позиции на Светлодарской дуге и уже 4 раза с полуночи наемники открывали огонь. Все провокации были в Донецкой области на Приазовье среди украинских военных, погибших и раненых. За вчера и за сегодня нет. Строительство обходного моста завершает украинская сторона в станице Луганска и сообщает пресс-центр объединенных сил. Смонтировали ограждение длиной 66 метров. Обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста. Переправа через Северский Донец, единственный переход на линии разграничения в Луганской области, разрушили мост боевики в 2015 году. Новый учебный год начался на отделении украинского языка в Стамбульском университете. Как и почему турецкие студенты изучают украинский язык? Смотрите в следующем сюжете. Впервые турчанка Жале услышала украинский язык несколько лет назад. Тогда она твердо решила, хочет научиться говорить на нем. Это уже мой второй университет. Об открытии украинской филологии я услышала в новостях. И мне стало очень интересно. На мой выбор также повлиял тот факт, что отношения между Турцией и Украиной развиваются как в торговой сфере, так и в политической. Для турков изучение украинского – возможность налаживать бизнес-контакты с Украиной и развивать местный туризм. Вот уже третий год подряд мы регулярно набираем по 20 студентов на нашу специальность. Они осознанно приходят, чтобы узнавать Украину и стать первыми специалистами по украинскому языку. Украинский язык стал популярным в Турции после событий 2014 года – революции достоинства в Киеве, аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе. В Турции появились отделения украинского языка в высших учебных заведениях и открылись субботние школы. Появилась необходимость прямого общения турецких академиков и чиновников с Украиной. И предполагалось, что это будет без использования третьего языка, а напрямую – на турецком или украинском. Обучение в высших учебных заведениях частично финансируют из бюджета Турции. Субботние школы поддерживает Украина. Когда дети приходят к нам в школу, то они полностью погружаются в украинскую культуру. Очень большое значение имеет то, что развитие этих школ поддерживает именно Украина. Существует поддержка и на государственном уровне. Студенты и школьники изучают не только язык, но и культуру, поют песни, читают литературу, углубляются в искусство. Дети захотели работать в театральной сфере. Предложили перевести украинских драматургов и поставить пьесы на турецкой сцене. Сказали – хватит уже Чехова. Говорят, что хотят чего-то нового. И они уверены – в Украине есть немало подходящих произведений. Жале была одной из первых, кто пришел на курс украинистики в Стамбульский университет. Говорит, сложнее всего было в начале. Трудно давался алфавит. Но настоящим испытанием стала фонетика. Возможно, это не имеет какого-то значения, но слово «домогосподарка», то есть «домохозяйка» для меня было крайне сложным. Но потом оно мне очень понравилось и стало напоминать песню. «Дома с дочкой» постоянно любим пропевать это слово. Услышать, как звучит украинский, попрактиковаться в общении, турецкие студенты могут в рамках двусторонних программ обмена между странами. Львовянин стал чемпионом мира по пауэрлифтингу на соревнованиях в Канаде. Виктор Гладкий завоевал золото на мировом первенстве. Как шел к победе и к каким соревнованиям уже готовится чемпион, рассказал корреспондентам ЮЭТВ. Так начались мои соревнования в целом. На первом подходе я сломал ногу, но тогда я думал, что это вылив в суставе. Мне заморозили ногу, я продолжил выступление. Виктор пересматривает видео с чемпионата Европы. Он прошел год назад. Со сломанной ногой тогда победил на соревнованиях. После травмы думал, что в большой спорт не вернется. Я люблю преодолевать какие-то препятствия. Я очень люблю конкуренцию, спорт и ставить перед собой какие-то, казалось бы, невозможные цели. И чем сложнее они для меня, тем больше я получаю удовольствие. После длительной реабилитации спортсмен поставил себе новую цель. Стать чемпионом мира. Тренировки в зале каждый день. Весь штанги 230 килограмм. Сейчас будем ее поднимать. Тренер Виктора говорит, сразу рассмотрела в нем большой потенциал. Ведь для спортсмена главное упорство и сила воли. Психическая подготовка – это, пожалуй, то, что больше определяет спортсменов высокого класса. У меня есть очень большое количество спортсменов, которые анатомически одаренные. Но психологически они неустойчивы, как Виктор. Его уверенность в себе, желание победить – это то, что дает ему возможность выкладываться на 100% в соревнованиях. На чемпионате мира украинский спортсмен вошел в стройку лучших юниоров. Виктор говорит, была большая конкуренция. Но без победы возвращаться домой не желал. Виктор говорит, самое главное для него – поддержка родных. Она помогает настроиться на победу. Девушка спортсмена Мария рядом с ним на всех соревнованиях. Когда готовится к соревнованиям, то всегда чувствуется такое напряжение. И он нуждается в такой большой моральной поддержке. Я одобряю его. Это очень важно для него. Сейчас Виктор готовится к чемпионату Европы в Финляндии, который пройдет в середине октября. Вернуться с них домой планируют только с новой победой. Юлия Билли, Вадим Дмитриев, Львов, Юэй Ти Ви. Спасли слоненка. Работники лагеря для животных Венгаба в Мьянме ухаживают за 4-месячным слоненком. Его нашли в августе, когда животное попало в ловушку браконьеров. Говорят, вероятнее всего родителей слоненка убили. Теперь за ним ухаживают работники, лечат поврежденную лапу, кормят, помогают ходить. По данным местной организации по защите животных, в дикой природе Мьянме осталось около 2000 слонов. Когда этот слоненок только прибыл в лагерь, у него ужасно болела нога. Теперь становится лучше. Мы дважды в день делаем специальные процедуры. Новости об Украине на пяти языках мира на сайте телеканала uetv.ua Спасибо, что вам интересна Украина. Следующий выпуск новостей на русском менее чем через два часа. Обязательно увидимся на UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова